Друзья, всем привет! Срочная новость для тех, кому необходимо срочно улететь в Россию, например, в Сочи или Минеральные Воды. Я покажу, где до середины мая можно купить относительно дешевые билеты. Итак, сначала мы с вами заходим на сайт Aviasales и смотрим, на какие даты есть билеты и по каким ценам. Например, если брать, к примеру, 2 мая, то и перелет, например, в одну сторону или туда-обратно, 6-го, к примеру, обратно, то мы с вами находим следующие билеты. Цены очень низкие. Таких цен больше не будет все лето и, я думаю, даже осень. Поэтому, если кому-то нужно срочно-срочно лететь, смотрите видео до конца, где искать и как покупать, какая авиакомпания, какие условия в плане перевоза багажа. Итак, что мы видим? Авиакомпания Azimut предлагает, на данный момент у нее есть билеты туда-обратно за 33 тысячи из Тель-Авива, в Сочи и обратно. Чем удобно искать билеты на Aviasales, вы можете видеть такую таблицу с ценами. Здесь показываются, какие даты, по какой цене можно улететь туда-обратно. Также вы можете выбирать билет в одну сторону, к примеру, нажимаем найти билеты, например, со 2 мая. Мы тоже увидим, какие авиакомпании и по каким ценам предлагают авиабилеты. 11,5 тысяч перелет Azimut, очень важно, перелет без багажа. Стоимость включена только ручная кладь, и про ее размеры и вес указано на сайте авиакомпании. Если, к примеру, вас интересует данный перелет, обратите внимание, есть ночная пересадка. Более удобный с Azimut прямой рейс, есть 3 мая, я точно знаю, я недавно проверяла. А вот даже, например, 30 апреля еще посмотрим. Самая низкая цена на сегодняшний день 10 770. Я вам честно скажу, вчера видела перелет за 6 900. У меня даже чесались руки его купить, слетать в Сочи на пару дней и вернуться. Но, к сожалению, обратные билеты были чуть дороже. То есть, в целом, сейчас можно найти перелет туда-обратно из Тель-Вива в Сочи за приблизительно 25 тысяч рублей. Вот, и смотрите, тоже вариант с пересадкой. Прямой рейс точно из 3 мая, сейчас я вам покажу. Видите, абсолютно прямой рейс уже стоит 14 300. И далее, значит, показывается, что перелет 2 часа 50 минут, 3 мая в час 40 дня. Если вы хотите его купить, здесь вы находите разные предложения по разным авиакомпаниям. Может быть, вы хотите лететь с пересадкой в Анталии. Я вам сразу говорю, если вы видите, что перевозчик это не одна авиакомпания, как тут, да? Азимут и Анадулу Джет. Я вам очень советую, чтобы время пересадки было больше, чем 3 часа. Иначе вы просто не успеете на стыковочный рейс. Почему я это говорю? В прошлом году, когда мы летели как раз в Анталию, где происходит пересадка с одного рейса на другой, то у нас за спиной в очереди стояли люди, которые возмущались, что рейс опоздал на 3 часа в Анталию. И поэтому теперь они опаздывают на стыковочный рейс в Москву. И они потеряли кучу денег. В прошлом летом билеты стоили просто нереальных денег. 30, 40, 50 тысяч в одну сторону. Это было сумасшествие. Вот. Так или иначе, если вы выбираете стыковочный рейс, если одна авиакомпания больше шансов, что что-то можно изменить в случае опоздания первого рейса, но если, как в данном случае, здесь две авиакомпании, берите время пересадки, чтобы было, ну не знаю, часов 6. Это для вашей жилищной безопасности. Лучше посидеть в аэропорту Анталии, чем не успеть на второй рейс и вообще не улететь. Но это в случае вариантов с пересадкой. Есть прямые рейсы. Азимуты в прошлом году летали с переменным успехом. В том плане, что часто переносили время вылета, даже день вылета. Поэтому надежды на них, я не знаю, как в этом году, в прошлом надежды возлагались с трудом. Моя мама прилетала из Тюмени, пользуясь услугами данной авиакомпании, с пересадкой в Минводах. Рейс переносили три раза. Хорошо, что она не была сильно привязана к датам, поэтому можно было прилететь. Вот. И у меня есть отдельное видео на эту тему, где я рассказываю о том, как мы купили супер дешевый билет для нее. В любом случае, смотрите, если вы летите этим прямым рейсом Тель-Вив в Сочи за 14.300, у вас только ручная кладь. И с прошлого полета мы знаем точно, что да, размер 5 килограмм, но высота это практически стандартная ручная кладь, как, например, для Визеер. И плюс еще можно брать дамскую сумочку. У меня моя мама летела с дамской сумочкой и с ручной кладью 5 килограмм. Она летела летом и этого более чем хватило. Если вы хотите добавлять багаж, то вы доплачиваете плюс 8 тысяч за 23 килограмма багажа. Такие варианты перелетов. Теперь смотрите, когда я нашла этот билет на сайте авиасейлс, то передо мной был вариант, где его покупать. Здесь перечисляются разные варианты. Купи билет, суперкасса это посредники, азимут это сайт авиакомпании. Советую всегда при возможности покупать на сайте авиакомпании. Это не всегда дешевле, как в этот раз, но всегда надежнее в том плане, что если что-то случается, вы можете напрямую в авиакомпанию обратиться. Если вы купили через посредника, чаще всего вам нужно обращаться через посредника. И далее, например, мы решили оставить легкий тариф, заполняем всю информацию и покупаем билет. Также удобно искать данные перелеты на сайте азимута. Давайте проверим. Это еще более удобно, потому что вы видите только эту авиакомпанию. Только она выполняет сейчас прямые рейсы в Сочи и Минводы. Здесь уже вы можете выбирать удобные для вас даты. Ну давайте, к примеру, возьмем шестое. Я сейчас вам покажу, как можно посмотреть стоимость билетов на разные дни. Цены на неделю нажимаем. И мы видим, нам перечисляются все доступные варианты на данный период времени. Сейчас я пролистаю до середины мая. Вы видите, как уже начиная с 16 мая цены растут. Так что, друзья, если вам срочно в Сочи лететь, имейте в виду, что есть дешевые билеты, но срок ограничен. Вот еще на 20 мая есть. Таких цен в прошлом году практически не было летом. Поэтому, если вам нужно лететь, срочно-срочно покупайте эти билеты. Но опять же, имейте в виду, что стабильность у этой авиакомпании своеобразная. И могут переноситься рейсы. Но в прошлом году рейсы еще очень много переносились из-за того, что только после короны начались полеты. И военная ситуация, и много всего было непонятно. Но так или иначе, такая вот ситуация. Если вы хотите, скажем, еще обратно сразу покупать, делаем так. Выбираем примерную дату. И также можно подстроить под себя нужную дату, смотря на календарь. Если у вас есть возможность, вот такая вот гибкость в плане дат. Так, что мы здесь видим? Например, опять этот вариант. Нужно его выбрать, чтобы увидеть обратный рейс. Далее прокрутила вниз, и уже могу выбирать обратный рейс на ту дату, которая мне подходит. И обращайте внимание, здесь написано, есть ли пересадка или нет, сколько часов пересадка. Есть прямые рейсы. То есть просто ищите удобные, подходящие вам варианты. Чтобы можно было улететь более удобно и комфортно, пока это еще возможно. Я пролистывала далеко вперед, и этих цен уже нет, даже в июне. Так, а какая же ситуация у нас с вами по направлению на Минводы? Один момент. Посмотрим. На Минводы тоже есть еще дешевые билеты. Смотрим опять цены на неделю. Здесь показывается туда и обратно эта цена. Например, 6 мая лететь обратно 12-24 тысячи. Ну, так или иначе, вы поняли принцип, как искать. Очень важный момент, билеты можно оплатить только российской картой. Так что санкции действуют в обе стороны. Все, что покупаете на российских сайтах, только российской картой. Вот, друзья. Надеюсь, эта информация вам была полезная. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Буду отвечать на ваши вопросы. И желаю всем хороших полетов. К близким, которые живут у вас в России. Или же по делам, по бизнесу, если вам туда нужно лететь. Всем желаю хороших поездок. И до встречи на моем канале. Пока-пока.